Новость о том, что Рома Зверь выступил на Донбассе перед бойцами российского формирования Каскад, поклонники музыкантов встретили в штыки. Комментаторы издания службы поддержки переписали строчки из хитов группы Звери. Районы, кварталы, жилые массивы, я разбомблю, разбомблю красиво. Совесть, извини, но мне надо бежать. Детство Ромы Зверя прошло в украинских городах, Донецке, Дружковке, Горловке и Мариуполе. Он рассказывал об этом в интервью Ирине Шихман. Теперь он стоял в тех же самых местах, в камуфляже и каске. А каскадовцы учили его заряжать ружье, ну а потом он пел перед ними под гитару. Военкор Семен Пегов, который и опубликовал видео этой удивительной поездки, назвал донецкие гастроли певца настоящим рок-н-роллом. Смотришь теперь это видео и вспоминается, как Роман талантливо сыграл в кино Майка Науменко. Настоящий рок-н-ролл, вот он весь с нами, через Рому в том числе. Хорошо, что приехал. Пропагандистский кульбит лидера зверей стал настоящим сюрпризом. Рома Зверь не только выступил против войны в первые же дни вторжения, он и раньше выступал политически однозначно. Поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, у которого я снялся в роли Науменко, ну когда того арестовали. Записал песню против дела нового величия. Выступил против обнуления путинского срока в новой конституции. Объяснял на дожде, почему ездит в Киев, а не в Крым. И вообще формулировал предельно прозрачно. Нас держат за скот, сидите молчите. Федеральные каналы занимаются пропагандой. Сказкам Пескова не доверяю. Меня нельзя поймать на том, что я какая-то проститутка политическая. Я просто поступаю так, как подсказывает мне моя совесть. Не более того. А правильно это неправильно, и почему я так сделал, или по-другому, я как-то не думаю. Поначалу антивоенная позиция лидера зверей на концертах сказалась вроде бы не сильно. Патриоты его критиковали, но расписание выступления оставалось на месте. В конце мая появилась новость о дебоши зверя в Самарском баре. И потом его выступление отменили на Питерском экономическом форуме. В рок-концерте на Дворцовой площади зверя заменили на чижа. А в афише клуба Ибица, где анонсировали вечеринку Банка ПСБ и инновации, сообщили о замене на Искляра. Телеграм-каналы ссылались то на высказывания музыканта, то на его же алкогольную депрессию. Депутат Петербургского ЗАГС Собрания Чебыкин пожаловался прокурору города, что звери на Дворцовой площади оскорбляют, цитата, участников СВО. Ну а самого лидера группы «Звери» Романа Билека потребовали проверить в Генпрокуратуре на предмет финансирования ВСУ. Музыкальные критики не исключают, что зверя припугнули уголовным делом и сделали ему предложение, от которого нельзя отказаться. Но один из моих собеседников описал неожиданную сделку с Кремлем и выступление в Мариуполе циничной шуткой. Выступать ему теперь больше негде. Планов уехать из России, говорят его знакомые, у музыканта не было. Зато были планы спасти концерты на ВТБ-арене в Москве и Газпром-арене в Петербурге в последних числах августа и первых сентября. Теперь оба концерта состоятся. Практически все билеты проданы. Под одобрительные аплодисменты Захара Прилепина и стерты из соцсетей антивоенные сообщения. Признаться, я эту группу всю жизнь терпеть не мог. Рок-группу «Звери». Потом, правда, он на удивление хорошо сыграл Майка в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Рома Белык из «Таганрога». Судя по фамилии, он с хохляцкой, как и Науменко, примесью. Потом в начале СВО он написал в блоге, что против любой войны. А теперь вдруг объявился на Донбассе. И поет бойцам. И бойцы ему рады. Они, как правило, моложе меня и росли под его песни. Тем более, что БГ, Чистяков и Борзыкин к ним точно не приедут. И я к Роме сразу потеплел. Послушал и думаю, а чего, хорошо же поет. Рома-зверь обидный, но не первый перевертыш за время этой войны. Мы уже рассказывали историю актрисы Кристины Асмус. В день российского вторжения она разместила в Инстаграме черный квадрат с подписью «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне». В августе на актрису внезапно составили протокол о дискредитации российской армии. Ее пост исчез из соцсетей. Адвокат актрисы выдвинул в качестве ее алиби собственную провоенную позицию. Мол, он с его сердца поддерживает спецоперацию, а значит, и с Асмус все в порядке. Иначе здесь бы его не было. Если бы она была действительно виновата, да, как бы, мое личное отношение, как бы, к операции на Украине, да, если бы она была действительно виновата, я с ней беседовал, изучал материалы дела, то меня бы здесь не было. Дело на актрису закрыли. То ли адвокат прозвучал убедительно, то ли, как говорили тогда наши собеседники, бывший муж Кристины, Гарик Бульдог-Харламов, походатайствовал за Кристину Асмус перед вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который возглавлял «Газпром-медиахолдинг», когда Харламов был звездой ТНТ флагманского канала «Газпрома». Но сигнал «Коллегам Асмус» прозвучал тогда более чем серьезно. Еще неприятнее звучала история Сергея Лазарева. В самом начале войны он эмоционально, хоть и аккуратно высказался за мир. Потом его имя появилось на афише «Зет-концерта» в Липецке, сам он там так и не выступал. А потом он уже пел песню «Шаманов с Танем» в ансамбле под управлением Игоря Матвиенко. По слухам, певца едва ли не шантажировали его детьми от суррогатной матери. В России тогда началась кампания против такой формы отцовства. А претензии из Кремля участнику Евровидения будто бы передавал тогда его коллега Филипп Киркоров. Киркоров вхож в администрацию президента и умеет с ней торговаться, говорят его знакомые. Будто бы сигналы из Кремля через него в свое время поступали и другим деятелям поп-культуры, и даже влиятельным блогерам. В начале войны Настя Ивлеева выпустила манифест. Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны. Идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды. Идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я призываю становиться. Говорю это я, Настя Ивлеева, человек мира, гражданка Российской Федерации, патриот своей страны. После чего ей быстро пришел ультиматум из Кремля. Больше Ивлеева против войны не выступала. Ее коллега по войнам Ида Галич в марте 2022 года аккуратно писала про мирные переговоры. Мол, она никогда еще так сильно не ждала встречу совсем незнакомых ей людей. Имелись в виду президенты. 25 июня следующего года она уже вела выпускной «Алые паруса», который называют неофициальным местом сбора путинской знати. губернатор Беглов приветствовал там выпускников со сцены, а певец-шаман с борта «Бригантины». Артист-блокстар Миша Марвин тоже быстро вернулся к родному лейблу, хотя в первые дни войны записал видео, где призвал россиян задуматься о том, что им врут, и сообщил, что уехал из России. «Пожалуйста, люди, которые считают, что это военная операция, в которой нет жертв среди мирного населения, задумайтесь. Как же матери, которые рожают сейчас в подвалах, а не в оборудованных чистых больницах, поликлиниках?» К осени антивоенные посты исчезли из инстаграма артиста, а сам он вернулся в страну. После выступления Ромы Зверев про кремлевской телеграм-аналитики снова заговорили о показательной программе возвращения молодых знаменитостей, дезертиров. «После Ромы Зверя, спевшего бойцам в Мариуполе, из-за этого очевидно прощенного, тропинка назад к русским людям для дезертиров селебритис, а с ними и их поклонников, официально протоптана». Окучивая поп-кумиров, Кремль не забывает и о деятелях театра и кино. В середине августа временно исполняющий обязанности оккупированного Донбасса Пушилин рассказал в своем телеграм-канале, что на Донбасс приезжали актеры Виктория Тарасова и Павел Деревянко. Звезда глухаря Тарасова уже 4 года ездит в оккупированный Донецк как на работу. Но визит Деревянко стал очень неприятной неожиданностью для его друзей и коллег. Около Кремля гуляет версия, что Деревянко попал на Донбасс из-за бытовых причин, оказался в долгах, вынужден был таким замысловатым способом спасаться от кредиторов. В интервью каналу «Донбасс решает» Деревянко сообщил, что перед поездкой не волновался и не геройничал, но и не сомневался. Да, я приехал поддержать ребят наших. Собственно, я здесь первый раз на Донбассе. С опаской ехали? Нет. Совершенно не волновался. Ну, это нормально, в смысле, я не геройничал, но просто пока нет. Деревянко очень популярный российский актер, то и дело попадающий в черные списки индустрии. В свое время актер выступил против репрессий в адрес Алексея Навального и даже стал героем выпуска «Бесогон-ТВ» Никиты Михалкова. Тот разоблачал высокие зарплаты актеров, которые выступают против государства. Ну, чего им-то не хватает. Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день? Плюс еще вы все ИП, вы еще все индивидуальные предприниматели для того, чтобы скостили, как возможно, налоги. За несколько лет до этого Деревянко аккуратно вступился за Владимира Зеленского, когда в России решили запретить фильм «8 лучших свиданий» с участием тогда еще украинского актера. Мне сильно неприятно от всего этого. С Владимиром мы старые товарищи. И я в этой ситуации занимаю кошмарно звучащую нейтральную позицию. Потому что точно знаю, правда где-то посередине, и она у каждого своя. Виноваты политики, а страдают люди, которых по обе стороны зомбируют телевизор и общественное мнение, навязанное кем-то. Ситуация становится все более напряженной, признаются представители индустрии. От кого-то требуют публично занять сторону, от кого-то углубить и бестоволую и лисскую позицию. В киноцеху обсуждают, к примеру, премьеру фильма «Свидетель» – пропагандистскую ленту, которая косплеит голливудские сюжеты о Холокосте и переворачивает историю российского вторжения в Украину с ног на голову. Мне прислали «Свидетель» – первый российский Z-фильм о вторжении российских войск в Украину. Это до такой степени отвратительное зрелище, что у меня не хватает слов. Продюсер Александр Роднянский цитирует кинокритика Екатерину Барабаш. Ключевое слово в разговоре об этом фильме – бесстыдство, этическое и профессиональное. Историю бельгийского музыканта, над которым по сюжету измываются украфашисты, пока он сам обнаруживает якобы страшную правду об этой войне, спродюсировала Софья Митрофанова, бывшая генпродюсер платформы «Премьер», один из активов «Газпром-медиа». Митрофанова не имеет отношения к кино, но и в особом людоедстве в признании у коллег раньше замечено не было. Главную роль в фильме и вовсе играет хороший актер мастерской Фоменко Карен Бадалов. Даже неловко представлять себе, как он потом будет оправдываться перед Петром Наумовичем за вот это все, перед тем, как попасть в ад, пишет Екатерина Барабаш в «Репаблике». Кинокритики, впрочем, напоминают, что случайностей не бывает. И Митрофанова оказалась продюсером провалившейся в прокате пропагандистской клюквы, поскольку дружна с идиозными персонажами кинорынка, номинантами украинских санкций, братьями Андреасянами. Режиссером фильма стал партнер Сарика Андреасяна по лентам «Чикатило» и «Ресторан по понятиям» Давид Дадунашвили. Свидетеля продвигала пропаганда во главе с военкорами и Соловьевым, а сама продюсер дала провоенное интервью на Рутюбе. Наш фильм – это наше высказывание, высказывание автора, сделанное талантливыми актерами. И заставить несогласных с историей и с правдой, которую мы показываем, признать, что это правда, наверное, это точно не в наших силах. Но вернемся к выступлениям на Донбассе. Зачем очень известным певцам и актерам, чьи взгляды сложно назвать провоенными, унижаться поездками на фронт? В какой момент поддерживать воюющих россиян стало незазорно, прилично? Неужели каждого обязывают зиговать? Ответ, увы, неутешительный. Власти давят, потому что могут и чувствуют силу. Ну а звезды им не отказывают, потому что не видят ни света в конце тоннеля, ни конца и края самого тоннеля. Война может быть по-настоящему долгой. И российская поп-культура просто не рассчитывает пережить ее с ролями, концертами и достоинством. Вот и теряет достоинство по пути.